Сколько шагов нам нужно сделать для того, чтобы выпустить, дать людям возможность ходить по БЛИМ? Ну, в принципе, если у вас есть бюро пропусков, то есть у вас такое стандартное рабочее, хорошее предприятие, на котором есть бюро пропусков, где есть служба безопасности, и все нормально, все хорошо, то технология работает ровно так же, фактически, как работает технология выдачи любой карты. То есть это надо, чтобы сотрудник пришел в бюро пропусков и сказал, я хочу, вот, вы знаете, я купил смартфон, мне надоела эта старая технология по схождению с этими карточками, поэтому дайте мне бюро и метку, я принес свой смартфон. Значит, в этом случае администратор, соответственно, подносит его смартфон к считывателю, регистрирует, его выдает карту, выдает ему лицензию, соответственно, она у него появляется, он может после этого ее активизировать на своем уже смартфоне, где у меня установлено приложение, напоминаю, которое было до этого, значит, но администратор после этого должен не забыть ее дополнительно замести, естественно, в ту группу или в те контроллеры, через которые человек предполагает ходить. То есть таким образом, после вот этих три простых шага, они позволяют, в принципе, достаточно стандартных, в общем-то, для системы контроль доступа, они позволяют реализовать функции по прохождению, современному прохождению людей через дверь. Значит, открывается, каким образом срабатывает БЛИ, БЛИ срабатывает двумя способами, да, то есть либо по включению экрана, либо нажатием из мобильного приложения. Конечно, есть определенные неудобства в этом плане, но, тем не менее, так и так, поскольку мы подносим карточку, как я уже говорил всегда, то в этом случае мы нажимаем кнопочку. Значит, есть вторая технология, это тот случай, на самом деле, когда вам нужно выдать удаленно. То есть эту же лицензию вам, то есть карточку мы не можем послать по почте, а лицензию мы можем послать по почте. Поэтому у нас, получается, уже четыре шага. Значит, тогда в этом случае, опять-таки, тот же самый гость уже, или там кто-то еще, кто предполагает попасть на вашу территорию, вот, допустим, студент, который хочет прийти на территорию данного каворкинга, вот, он посылает по e-mail запрос со словами-то коллеги, и я хочу к вам попасть, чтобы ему не бежать при выбор пусков, или он вообще может его не найти, как вот здесь вот портал большой. Некоторые блудили сегодня. Поэтому он посылает допуск, ему по почте приходит ответ, соответственно, лицензия, которую он может занести к себе в телефон для того, чтобы это самое, чтобы его, а, нет, сначала, да, посылает, и, соответственно, администратор должен ему ответить. Да, да, естественно, администратор должен ему ответить. Он получает письмо с инструкциями, заносит его в собственный телефон, и, опять-таки, в телефоне у него появляется вот эта вот самая волшебная лицензия, и после этого, соответственно, он, как гость, имеет возможность попасть туда, куда нужно. Правда, администратор после этого, напоминаю, должен занести его в контроллер. То есть, это такой немаловажный пункт, который нужно постоянно делать. То есть, как только вы организовываете новые какие-то группы, то они куда-то должны ходить. Значит, после этого, опять-таки, у нас все становится хорошо, и человек может осуществить эту функцию. То есть, он может либо приехать, допустим, сюда на машине, нажать кнопочку на въезде и, соответственно, пройти на территорию, либо он может прийти сюда в каворкинг, нажать кнопочку и пройти туда, и какое-то время-то в нем находиться. То есть, в том случае, если у вас вот такие функции существуют, или в бизнес-центре, допустим, который с рядом находится, точно так же, да. То есть, там такая служба охраны, там ресепшн сделан в этом случае, да, да. Так же, как и любой другой человек, который получил доступ к его почте? Ну, формально, конечно, да. То есть, если вы формально с помощью почты его перехватываете, то тогда, в общем, вы, конечно, можете такие вещи делать. А в приложении? Да, но в приложении-то у вас все остается, поэтому все не так просто. Вот, значит, следующий вариант, который тоже возможен, значит, можно, конечно, гостю подправить QR-коды. Значит, в этом случае, когда он получит свой QR-код, он должен его активизировать на своем телефоне. Значит, активизация заключается в том, что по этому QR-коду, значит, ваше приложение обращается на сервер, вы получаете необходимую лицензию, то есть, такая транзакция получается, как и без вас. С точки зрения взаимодействия, ну, скажем так, некое упрощение процесса подачи заявки. То есть, раньше получалось 4 кода, здесь получается 3. Значит, после этого вы опять, у вас появляется лицензия на телефоне, и вы, соответственно, можете уже попасть на территорию вашего предприятия. Значит, как я уже говорил-то, вот подобные шаги, они достаточно просты и удобны в самых разнообразных случаях. То есть, преимущество данной технологии заключается не только в том, что она является, ну, скажем так, достаточно защищенной с точки зрения работы, она, в общем, достаточно удобна с точки зрения обслуживания. Потому что, в принципе, если у вас существуют какие-то люди, которые приезжают, ну, скажем так, издаля, или люди, которые ходят сюда достаточно случайно, непостоянно, то есть, в этом случае получается, что вы такую технологию можете использовать, и она вам будет, в общем-то, удобна. Например, она же не вам будет удобна, а удобна вашим клиентам. То есть, они будут, когда ее пользуются, им будет в этом плане хорошо. Вот. Значит, для того, чтобы этой технологией пользоваться, как я уже говорил, у нас существуют считыватели, которые могут вам все это дело поддержать и обеспечивать. Считыватели работают по стандартному виганду. Это что значит? Это значит, что, в принципе, вы данной технологией можете привязать к любой системе контроля доступа, которая, ну, вам будет нравиться, вам будет удобно. Вы можете настроить дальность для того, чтобы, скажем так, срабатывание происходило не на расстоянии, там, 10 метров, там, или еще где-нибудь, а на расстоянии, там, к нужному вам. Вот. Вы можете работать, использовать таким образом, чтобы можно было на транспорте ездить. То есть, ну, любой вариант в этом плане работает. Значит, происходит это с помощью некого приложения, которое находится у вас на телефоне, с помощью которого вы можете настроить этот волшебный считыватель таким образом, чтобы, как вам было удобно. То есть, вы можете настроить режим защищенный, незащищенный. Вы можете настроить эту дальность. И таким образом у вас получается, что вы, ну, скажем так, самостоятельно выбираете систему организации доступа через данный считыватель с помощью этого конфигуратора. Значит, как я уже говорил, то есть, может, совсем не обязательно посылать их по e-mail, можно, скажем так, приходить через бюро пропусков и их выдавать точно так же. В этом случае это будет максимальная, скажем, надежность. Можно поддерживать шифрование для того, чтобы повысить еще большую надежность и закрытие этих меток. Вот. Ну, и, скажем так, можно использовать те же самые считыватели для того, чтобы работать, имитировать защищенные карты в той же системе контроля доступа, в которой вы находитеся. То есть вот такая технология, она, я не говорю, что она там самая лучшая, да, и единственная возможная. Но в моем понимании, вот когда мы говорим об удобстве, это та технология, которая действительно, ну, наверное, на сегодняшний день максимально удобна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА